Это же какое счастье прийти за полчаса до начала представления и ходить по фойе, ждать праздника, ведь сейчас будут львы, лошади, гимнаст под самым куполом и клоуны. Советский цирк. Он вырос, конечно, из цирка Российской империи. Братья Никитина со своими балаганами и Альберт Соломонский, который основал тот самый цирк на Цветном, были известны тогда на всю страну. Революция вопрос национализации столь любимого народом дела решила мгновенно. Цирки как предприятия с одной стороны доходные, с другой стороны демократические по посещающей их публике и особенно нуждающиеся в очищении от нездоровых элементов и в художественном подъеме их программ, а также всякого рода эстрады администрируются наравне с неавтономными театрами. Маргарита Назарова, Ирина Бугримова, Михаил Багдасаров, Вольтер и Мстислав Запашный выходили на маниж с тиграми, львами и пумами. Они умели укращать строптивых хищников так, что публике оставалось только ахать. Дети, идя с представления домой, мечтали стать дрессировщиками и дома принимались за отработку смертельных трюков. Для начала с котами. Восторг сменялся безудержным смехом, когда на сцену выбегали клоуны. Самые любимые, самые добрые, самые трогательные, да? Хотя за плечами у этих людей были нелегкие судьбы. Юрия Никулина призвали в армию сразу после школы с 17-летним. А домой он вернулся лишь через 7 лет уже после Великой Отечественной войны. Награжден медалями за отвагу, за победу над Германией, за оборону Ленинграда. Олег Попов — солнечный клоун. Такого забавного добряка свет не видывал. Зал покатывался со смеху от одного только выхода его на манеж. Михаил Румянцев, он же клоун-карандаш, со своей неизменной собакой-кляксой веселил почтенную публику 55 лет. Цирковое представление состоит из номеров, отдельных законченных выступлений одного или группы артистов. Каждый номер, как правило, отличается необычностью поведения человека и животного. Артисты ходят и танцуют на проволоке, стоят головой на голове партнера, разыгрывают сценки на спине скачущей лошади. Морской лев жонглирует мечом, лошади исполняют вальс. Вальсы под потолком, не лошадей, конечно, людей, были особенно чарующие. Романтика строп, сверкающих костюмов и недостижимости чуда манила советских детей. Фантастические иллюзии династии Кио заставляли верить в волшебство. От скорости джигитов, наездников, кантемировых, проносящихся на конях, как вихрь, у зрителей захватывало дух. Билеты в первый ряд, страшно, вдруг лев кинется. Надо было с сестрой на танцы идти, там уж никаких хищников. Советские ВИА, но об этом в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова